В семье Анны и Вероники Каниных живая ель до потолка – обязательный атрибут Нового года. Зеленую красавицу выбирают всей семьей. Устанавливают за пару дней до праздника и до Старого Нового года. Практически каждое утро Дед Мороз оставляет под ней подарки. Родители мои, родители моих родителей ставили только живую елку в Новый год. И надеюсь, что мои дети тоже продолжат эту традицию. Мы покупаем ее, ставим, дети ее наряжают и убираем где-то только после Старого Нового года. Мы снимаем мишуру, снимаем игрушки и выносим ее, просто выкидываем в мусорный бак, который находится во дворе. Специальных требований к утилизации елок нет. Считается, что это безопасные отходы, поэтому их можно вынести к мусорным контейнерам. Служба по сбору мусора заберет елку и вывезет на полигон. Предварительно с нее стоит убрать мишуру и игрушки. Если елка большая, там полтора-два метра, например, то лучше ее поставить в крупногабаритный мусор. Либо распилить и тогда положить в контейнер. Если елочка маленькая, до метра, например, тогда ее можно поместить в контейнер. Ежегодно Пермский зоопарк принимает живые ели, пихты и сосны. Правда, только те, что оказались невостребованными на елочных базарах. Их используют в качестве укрытия или насестов, корма и игрушек. А вот сухие, осыпающиеся хвойные деревья зоопарку не нужны. Поэтому сотрудники просят не приносить такие елки в зоосад. Тем временем в московских парках стартовала акция «Елочный круговорот». Елку можно принести в один из 473 пунктов. Там ее превратят в щепки и почвогрунт, которые используют для удобрения деревьев. В прошлом году таким образом было утилизировано около 7 тысяч московских елок. По нашей информации, в Перми подобные акции не проводятся. Ни отдел внешнего благоустройства, ни управление по экологии, ни пермское лесничество елки на утилизацию не принимают.